Здравствуйте! Вы смотрите новости. Я Марина Шиян и в начале выпуска коротко о его главных темах. Новые потенциальные инвесторы появились у островного экополиса. Будущее проекта обсудили на площадке Восточного экономического форума. Все подробности расскажу я, Владимир Ильин, уже через несколько минут. 12 семей из села Новая Макаровского района получили заветные квадратные метры. Квартиры новоселам передаются с отделкой под ключ в рамках программы переселения из аварийного жилья. Подробнее об этом расскажу я, Левира Хан. На Сахалине и Курилах действуют различные меры государственной поддержки областных самозанятых. Помимо льготных кредитов и преференций, они могут получить различные консультации и обучение. Как помогают таким бизнесменам в областном центре, расскажу вам я, Елена Лим. Перспективы будущего экополиса обсудили на полях Восточного экономического форума. Островной регион оказался в центре внимания инвесторов со всей страны. В портовом городе Корсаков создадут жилой комплекс по совершенно новым принципам. Это будет мини-модель высокотехнологичного, компактного и экологически чистого города, главный принцип которого – жизнь в гармонии с природой. Подробности в сюжете. Редактор субтитров А.С. Редактор субтитров А.С. Экополис послужит моделью для других российских городов. Цель – создание идеальных условий для жизни человека и перехода на следующий технологический уровень, оставаясь в гармонии с природой и историей места. Сегодня много говорили о многих вопросах. Главные в центре – люди. Люди и еще раз люди. Главный тезис, который позвучал в конце – народосбережение. Задача, чтобы было больше людей наших, российских, и чтобы Россия шла на восток новым рынком. В основе мастер-плана – система компактных населенных пунктов, где имеющаяся инфраструктура максимально эффективно используется при развитии новой. Два городских центра свяжут единой сетью зеленых коридоров, формирующих экологический и велопешеходный каркас. Проект не оставил равнодушными гостей форума, среди которых представители крупных инвестиционных холдингов. Мы готовы зайти в этот проект. Если нужны разные способы сотрудничества, мы можем проинвестировать в этот проект и поставить зарядные станции. Мы сможем генерировать энергию ветра и энергию ветра собирать дома, допустим, в машину, приезжать на работу и на работе, наоборот, выгружать электроэнергию в сеть. В этом году состоялась торжественная церемония закладки первого камня Экополиса. В основании будущего жилищного комплекса «Сердце Сахалина» запечатали капсулу времени. С этого момента пошел отчет начала строительства. За 10 лет планируется возвести около 2 миллионов квадратных метров жилья и необходимые социальные объекты. В селе Новое Макаровского района 12 семей получили ключи от долгожданных квартир в четырех домах на улице Октябрьской. Жилье сахаленцам предоставили в рамках программы переселения из аварийного фонда. Новостройки уже полностью готовы к комфортному проживанию. На церемонии вручения ключей побывала Эльвира Хан. Немного картофеля, лука и обязательно клубнику для внучки. Татьяна Пиксайкина уже распланировала, как будет проводить свободное время в новом доме – обустраивать свой зелёный уголок. Женщина квартирой довольна. Буду оттуда всё пересаживать, сюда. Ой, планов столько, уже даже не знаю, у меня уже голова в кухне от этих планов. Очень понравилась планировка. Так вот прямо вот с прихожей, во все стороны, туда-сюда, вот двери. Нету смежных. Ещё одна счастливая обладательница квартиры – Ольга Коваленкова. Особое удовольствие женщине доставляет покупка новой мебели. В скором времени женщина со своей большой и дружной семьёй, младшим сыном с собакой и котом переедет в дом. Ну вот здесь это спальня будет, моя причём спальня. За спиной там побольше комнаты, будет зал. А как заходишь с левой стороны, будет комната сына. Новое жильё, конечно, очень понравилось, поэтому ждём, не дождёмся, когда переедем. Всего в новые дома переехало 12 семей. Они утеплены снаружи и внутри, а также каждая квартира имеет собственный котёл, который отапливается твёрдым топливом. Квадратура зависит от переселяемой квадратной площади в аварийном жилье. То есть мы имеем право предоставлять жильё не более чем на 10% больше, чем было у жителей в прошлом, в аварийном жилье. За время работы национального проекта «Жильё и городская среда» в островном регионе переехали более 16 тысяч семей. В Макаровском районе улучшили жилищные условия 500 семей. Сегодня мы видим, что облик села меняется. У нас и дороги асфальтируются, строятся дома. Это первые дома, ещё дома на подходе. Поэтому рады, что наши жители будут переселяться. До конца года в Макаровском районе переселят из аварий к более 180 семей. Эльвира Хан, Александр Шкотов, телекомпания ОТВ Ровно в 8 часов утра все 285 избирательных участков на Сахалине и Курилах открыли свои двери. Как и ожидалось, с первых же минут пошли самые активные. Люди голосуют не только за губернатора региона, но и в городскую думу областного центра. Всего в борьбе участвуют 4 кандидата. Выборы будут проходить в течение трёх дней. Люди перед работой своей идут отдать голос и проголосовать за губернатора Сахалинской области и выбрать депутатов седьмого созыва городской думы Южно-Сахалинской. Всё организовано просто замечательно. Охрана есть, участки открылись вовремя, наблюдатели наблюдают. Вижу, что никаких эксцессов нет. Все сидят очень спокойно. И день сегодня хороший. Ранее свои голоса отдали жители и сотрудники труднодоступных местностей, а также экипажи морских судов, находящиеся в плавании. Также один сахалинский экстерриториальный участок организован на территории Донецкой Народной Республики. На Сахалин прибыли ординаторы-целевики для прохождения практической части обучения. 16 студентов ТГМУ будут трудиться под руководством опытных коллег в медицинских учреждениях области. Каждый из них будет выполнять обязанности согласно своей квалификации. Перед началом работы студенты встретились с министром здравоохранения Сахалинской области и представителями ведомства. Ординаторы узнали о возможностях, которые предоставляет островной регион для практики и работы молодым специалистам, а также задали свои вопросы. Очень много вопросов лично от меня, лично от поликлиники, чего нам не хватает и, конечно, то, чего хочется добиться, потому что пишем просьбы, иногда не доходят они до нас, где-то теряются. Хотелось бы и ясных ответов и понятных для большего расширения круга диагностики и решения каких-то задач по именно лечению. Второе. Я, соответственно, со своей стороны готов сделать так, что вы, помимо прохождения ординатуры, будете устроены врачами-стажерами к нам в учреждение. Два. Что будет означать, что вы будете не только получать свою стипендию ординатора, но и заработную плату врача-стажера. Сколько она у нас? От 80 тысяч. От 80 тысяч рублей. Обучение студентов будет проходить на базе ТГМУ. Прохождение практики ординаторов – это первый этап запуска кафедры на Сахалине. В следующем году планируется организация набора студентов, начиная с первого курса. Около 50 жителей областного центра в этом году получили поддержку от Центра занятости населения. Самозанятые островитяне смогли открыть свое дело. Также они получают дополнительное образование и сопровождение специалистов. Елена Лим продолжит тему. Открыть свой бизнес, заниматься любимым делом и иметь возможность путешествовать – об этом мечтают многие, но не каждый решается реализовать себя. Но именно мечты об удаленной работе и своем деле привели Юлию Комову в Южно-Сахалинский Центр занятости населения. Весна 2024 года я пришла в Центр занятости. В планах было открыть самозанятость. Благодаря Центру занятости я получила образование дополнительное, плюс получила меру господдержки для открытия своего дела. Защищая бизнес-план было волнительно, но я справилась, потому что я хорошо подготовилась. И также я уже открыла свое дело. Получив в августе финансовую поддержку и средства областного бюджета, Юлия Комова уже запустила собственное СММ-агентство и уверенно движется навстречу мечте – возможности совмещать любимую работу с путешествиями. Я купила себе основные средства, то есть компьютер, графический планшет, потому что в планах у меня расширение своей деятельности именно по графическому дизайну. И начала уже потихонько и все развивать. Плюс в планах еще пройти обучение по графическому дизайну. Также я смогу возместить, компенсировать эту стоимость за обучение. Конечно, чтобы начать работать на себя, необходимо не просто быть профессионалом в своей сфере. Для успешного запуска и развития нужно иметь представление о том, как вести собственный бизнес, разбираться в бухгалтерии, налогах и законодательстве. А финансовую поддержку окажет служба занятости населения. Мы сопровождаем граждан на всех этапах. От момента подачи заявления до полноценной самостоятельной работы. Даже после защиты бизнес-плана граждане могут обратиться к нам за содействием или за советом, и мы обязательно им поможем. Кроме того, мы постоянно проводим мероприятия для начинающих предпринимателей. За восемь месяцев 2024 года 47 сахалинцев и курильчан открыли свое дело при содействии региональных центров занятости населения. Елена Лим, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. Насколько безопасен Южно-Сахалинск? Как проводится профилактическая работа с детьми с начала нового учебного года? И какие меры принимает руководство Управления внутренних дел областного центра во время массовых мероприятий? На эти и другие важные вопросы ответил начальник ОМВД России по Южно-Сахалинску Юрий Харченко. Смотрите традиционную рубрику «Кость студии». Юрий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Начало осени выдалось насыщенным для ваших коллег. Это и старт нового учебного года, и проведение массовых мероприятий 3 сентября. Расскажите, все ли прошло благополучно? Да, все прошло благополучно. Для нас это не впервой. У нас эти мероприятия проводятся каждый год. И день окончания Второй мировой войны, и начало учебного года. Значит, все мероприятия были обеспечены правоохраной в полном порядке. Сил и средств у нас для этого достаточно. Все прошло успешно. А насколько отзывчивы жители нашего города в такие напряженные дни? Жители у нас относятся с пониманием, с учетом того, что нам приходится ограничивать движение транспортных средств и при подготовке парада Победы. И непосредственно в день проведения мероприятий получаются пробки на дорогах. Жители относятся с пониманием. Проблем мы не встречаем со стороны жителей города, полная поддержка у нас. Как руководитель управления, какие результаты работы за 8 месяцев текущего года вы можете выделить? За 8 месяцев текущего года оцениваю работу управления положительно. Нам удалось организовать правоохрану на должном уровне. Не зарегистрировано существенных происшествий экстремистского террористического характера. Безопасность граждан обеспечена на должном уровне. Поэтому в общем оцениваю удовлетворительно. А вообще Южно-Сахалинск считается спокойным городом в сравнении с другими населенными пунктами? В общем и целом да. Преступность как таковая носит в основном бытовой характер. Мы не отмечаем какого-то рода организованные формы преступности. Преступления экстремистского террористического характера. В целом город спокойный. Характер динамика регистрируемых преступлений позволяет сделать вывод о том, что в общем оперативная обстановка находится под контролем. Если сравнивать с предыдущими периодами, то уровень преступности плюс-минус одинаковый. Единственное, что нас беспокоит, это дистанционное мошенничество. Здесь мы в профилактическом плане работу продолжаем, но отмечаем некоторое увеличение людей, которые стали жертвами мошенников. Здесь с нашей стороны работа больше профилактическая, потому что люди, которые совершают эти преступления, как правило, находятся за пределами Сахалинской области и обманывают доверчивых граждан под различными предлогами, выманивают у них денежные средства, которые они переводят. В остальном количество зарегистрированных преступлений, оно находится плюс-минус в пределах контролируемого уровня. Большая часть этих преступлений раскрывается. В том числе, если сравнивать с другими населенными пунктами, в том числе по Дальнему Востоку, у нас достаточно плотная система «Безопасный город» работает, которая также нам помогает в работе и предотвращать преступления, и раскрывать уже совершенные преступления. Поэтому в целом город может спать спокойно. В связи с началом нового учебного года проводятся ли какие-то дополнительные занятия о безопасности для детей? Да, мы проводим. Прежде всего, это безопасность дорожного движения детей как пешеходов, потому что осенью с 1 сентября, соответственно, увеличивается и поток машин, потому что родители детей возят в школу, ну и непосредственно на дорогах города появляются дети. Мы проводим профилактические мероприятия как среди водителей, так в том числе и среди детей. Инспекция работает. Кроме того, проводится разъяснительная работа в школах о поведении детей в общественных местах, о том, как не стать в том числе жертвой преступления, ну и о правилах общего поведения в общественных местах, в том числе и поведения в школе. И подводя итог нашей беседы, кого вы ждете в свою команду? Кто требуется на службу? Во все подразделения, так или иначе, у нас есть вакансии. Нам на службу требуются патриотичные, целеустремленные люди, которые готовы по морально-деловым качествам работать, служить в наших рядах. Вся информация у нас есть на сайте, там размещены телефоны, куда необходимо обращаться, и требования к кандидатам. Юрий Викторович, я благодарю вас за беседу. Всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания. Это еще не все новости. Смотрите далее в выпуске. Лучший пахарь, так называется областной конкурс профмастерства. Островные механизаторы должны и плуг правильно направить землю и соблюдать заданную глубину вспашки. Соревнуются как учащиеся, так и бывалые трактористы. С ними вас познакомлю я, Игорь Антипов. Принимают поздравления. Сразу пять городов Сахалинской области отметят дни рождения в эти выходные. Анива, Аха, Нивельск, Александровск, Сахалинский и Северокурильск. Для жителей и гостей этих населенных пунктов организаторы подготовили праздничные программы и народные гуляния. Подробнее об этом я, Ксюша Салабаева, расскажу в рубрике «Афиша». Оставайтесь с нами. Министерство социальной защиты Сахалинской области. Получать социальное обслуживание на дому могут граждане, сохранившие способность к самообслуживанию, но нуждающиеся в посторонней помощи. Высокопрофессиональные социальные работники окажут помощь в получении медицинских услуг, покупке продуктов, уборке квартиры, оплате коммунальных услуг. Окажут психологическую поддержку, обеспечат видеосвязь с родными и знакомыми, помогут организовать досуг. Консультация по телефону 75 52 11. Цифровая платформа MSP.RF – это более 20 полезных сервисов для предпринимателей и предприятий. Узнайте о региональных федеральных мерах поддержки, пройдите бесплатное обучение, подберите земельный участок, оформите заявку на льготный заем, станьте поставщиком ритейлеров и производителей. Подробнее на MSP.RF. – Это наше обычное Ивановское утро. Я хочу, чтобы нас было больше. – Не дергайся. – Я реально хочу, чтобы нас было больше. – Это наша чисто Смирновская проблема. – Ну как тут мимо пройти? Я хочу, чтобы нас было больше. – Это мои лучшие вечера. Вечера Покровских. И я хочу, чтобы их было больше. Потому что нет ничего больше, чем счастье. Нацпроект «Демография». Холодно. Грязно. Не вывезли мусор. Увидели бездомных животных. Отсутствует реакция ответственных организаций. Не тратьте время на поиски нужного номера телефона. Звоните на единую горячую линию по вопросам ЖКХ в Сахалинской области. 8 800 302 0065. Для мобильных телефонов – звездочка 0065. После двухлетнего перерыва на острове прошел региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший пахарь». Десять молодых и взрослых механизаторов встретились на поле совхоза «Южно-Сахалинский», чтобы показать свое мастерство в пашке земли. Кроме того, была представлена выставка сельхозтехники «Селекционные сорта картофеля». Наш корреспондент Игорь Антипов изучил характеры тружеников. Открывает состязание «Лучший пахарь» 21-го года Владимир Иванилов. Сегодня исполняющий обязанности главного механика совхоза «Соколовский» вновь готов побороться за почетное звание. За баранкой трактора он уже четверть века. Сейчас можно работать, да. Не так устаешь, как раньше это было. Слуги оборотные, техника другая, кондиционер там. Нету шумов, потише. А работа та же самая. Ничего не меняется. Кроме того, что это конкурс «Лучший пахарь», здесь представлена дегустация. И в том числе наши сельхозтоваропроизводители представляют свою продукцию. Например, один из лидеров в России по производству семенного картофеля – компания «Седек». В прошлом году она подписала с правительством региона соглашение о сотрудничестве. Краса, лидер, а соль. Только сорт «Женечка» с одного гектара приносит до 60 тонн второго хлеба. Здесь очень хорошо себя показал сорт «Ажур». Это замена «Рецкарлетта» всеми любимого. Но вот разница в урожайности достаточно значимая. Как раз перед уборочной кампанией лучшего пахаря определяют по прямолинейности прохода по полю. И глубине вспашки от 18 до 25 сантиметров. А распашу я Пашеньку. Не думайте, что все просто. Ведь это целое искусство. Механизаторы должны подготовить к работе и трактор, и плуг, настроить пахотный агрегат. Еще надо узнать у агронома требования по вспашке конкретного поля и погодные условия учитывать. Трактором МТЗ «Беларусь» умело управляет студент 4-го курса техникума механизации сельского хозяйства Андрей Шилов. Проходит участок филигранно, соблюдая границы заглубления и выглубления. Сегодня парень стал вторым в категории до 27 лет. Механизатор сам должен контролировать процесс этот, потому что где-то глубже, где-то выше земля неровная. Все равно есть погрехи. Ну и вспахать нормально надо. Обошел Андрея Егор Давыдов из совхоза «Корсаковский». Среди трактористов старше 27 лет Владимир Демченко из «Грин Агро» Сахалин оказался первым. Те, кто не попал на пьедестал, удостоены утешительных призов. Игорь Антипов, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. Центр водных видов спорта международного уровня открыли в Южно-Сахалинске. Волна в областном центре – это один из самых оснащенных и крупных водно-спортивных объектов на Дальнем Востоке. С открытием спорткомплекса юные сахалинцы получили возможность заниматься новой для островного региона дисциплиной – синхронным плаванием. Алина Достаева продолжит тему. На связи из Владивостока губернатор Сахалинской области Валерий Лемаренко и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Центр построен за счет инвестора. Сегодня спорткомплекс «Волна» – самый уникальный и современный на Дальнем Востоке. Синхронное плавание, просто все виды плавания, прыжки в воду, водное поло – для нас это новые виды спорта. И у нас появились мировые чемпионы, которые будут тренировать наших детей. Около полутора тысяч спортсменов будут заниматься в этом объекте. Центр возвели быстро. Стать новой архитектурной достопримечательностью он успел до открытия. Проходя внутрь, дух захватывает не меньше. В здании площадью больше 20 тысяч квадратных метров два бассейна, соответствующие всем мировым стандартам. Вышки для прыжков в воду, тренажерные залы, кабинеты хореографии и фитнеса. Я зашел, вау, он такой огромный. И еще вода теплая. Для меня это очень важно. В одном помещении две чаши бассейна. Больше экранов. У нас, по-моему, один экран, тут два. И вышки для прыжков в воду. Я бы хотел туда спрямиться. Ну, конечно, здорово, что много соревнований. Все российские, дальневосточные. Новые объекты открываются прекрасные. С появлением нового комплекса на Сахалине появилась возможность развивать новые водные виды спорта. Руководить отделением синхронного плавания будет Анастасия Архиповская из Санкт-Петербурга. Пятикратная чемпионка мира четыре года назад завершила спортивную карьеру и посвятила себя тренерской работе. На следующей неделе состоится тестирование. Мы всех просмотрим, распределим по группам и со следующей недели начнем работу. Детей мы набираем от пяти лет до семи. Это у нас уже такое спортивное направление. Также будут открыты группы для любителей, спортивно-оздоровительные. Там будут дети уже и постарше возрастов. Первый день работы волны ознаменовался соревнованиями по плаванию среди детей и подростков. Позже здесь будут проходить соревнования всероссийского и международного уровней. Алина Достаева, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТВ. На базе учебно-тренировочного центра «Восток» прошел турнир по хоккею 3 на 3 среди юношей «Кубок открытия». 15 команд из Южно-Сахалинска, Холмска и Углегорска сражались за победу в этом динамичном и захватывающем формате игры. Подробности у Якова Морозова. Обстановка на льду напряженная с первых секунд. В формате 3 на 3 матчи проходят три периода, каждый по 7 минут. Замена игроков проводится мгновенно, а после каждой заброшенной шайбы борьба не прерывается. Реагировать игрокам приходится быстро. В прошлом году, в прошлом сезоне был только первый чемпионат мира среди именно по формате 3 на 3. И у нас в области он в принципе набирает обороты. И вообще как бы в России у нас и команды профессиональные проводят такие турниры, и детские, и взрослые. То есть по России распространяется. Но классический хоккей есть классический хоккей, а это уже как бы такой гибрид, но интересный гибрид. Кубок открытия среди юноши проводят во второй раз. Водушевившись взрослым турниром прошлых лет, дети сами изъявили желание принять участие. Бегать больше надо. В основном передачи, всякие техники. Главное настроиться хорошо. Разговаривать между собой, тактики обсудить. Ну и в целом настроиться на игру сильно. Ну очень интересно было играть против Академии. Команда взрослых, опытных. Ну было интересно. Мы на тренировках, безусловно, отрабатываем игру 3 на 3. Но это просто, чтобы потом в игре так же играть. А так, ну, прям не готовились к турниру. Просто мы готовимся к дальнейшим нашим играм. Всего на лед вышло 15 команд из Южно-Сахалинска, Хомска и Углегорска. Близкие подбадривали своих спортсменов с трибун. Я под таким большим впечатлением от этой игры, потому что играла команда Академия, за которую мы болеем. Это тренера наших детей, которые занимаются здесь хоккеем. Очень была напряженная борьба с Легионом. Но мы выиграли. Турнир длился два дня. За это время прошло 34 игры. В старшей группе первое место заняла команда «Север». Второе забрал состав Академии. Младшей группе чемпионами стали ребята из «Кристалл-1» серебро за морскими львами. Яков Морозов, Алина Достаева, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ. Юбилейный фестиваль «Остров рыба», восхождение на пик Чехова и день рождения Корсаковского парка культуры и отдыха. Как весело, используя провести предстоящие выходные, расскажем в рубрике «Афиша». А я с вами прощаюсь. Всего доброго и отличных выходных. Впереди выходные, а значит пора заняться чем-то интересным. Как провести свободные деньки, расскажет рубрика «Афиша» и я, Ксения Салабаева. Юбилейный фестиваль «Остров рыба» пройдет на площадке перед музеем «Россия. Моя история». Жители и гости города смогут попробовать сахалинскую уху, угощение из фруктового бара, бутерброды с красной икрой и эксклюзивное блюдо от именитого шеф-повара Максима Прокопьева. А концертная программа, мастер-классы и конкурсы дополнят праздничную атмосферу. Настоящее краеведческое соревнование семейных команд организует зоопарк. Умение разбираться в дикоросах и их свойствах сильно пригодится участникам. Им предстоит блеснуть знаниями в географии, археологии и даже гидрологии. Какой приз получат победители, узнаете на мероприятии. Корсаковский парк культуры и отдыха отметит день рождения. Большой праздник состоится на территории танцплощадки. В программе аквагрим, тир, мыльные пузыри и, конечно же, волшебник подарит 500 эскимо. 170 лет отметит Невельск. Зрителей ждут показательные выступления спортсменов, ярмарка, концерт детской школы искусств, фотозоны, мега-раскраска и вечерняя шоу-программа, хедлайнером которой станет певица Слава. Изюминкой торжества станет большой рыбный пирог в виде сивуча. Ежегодное восхождение на пик Чехова состоится 8 сентября. Встать придется пораньше, ведь сбор в 8 утра. С собой берем перекус и воду, а еще большую кружку, ведь на вершине вас будет ждать ароматный чай. На память с вами останутся яркие впечатления и фотомагнит. Областной художественный музей приглашает на мастер-класс интерьерные ароматические свечи в ракушках. На занятии специалист расскажет, какой воск используют для заливанных свечей, а какой для формовых. Как правильно уложить декор и, конечно же, поможет вам создать свой ароматный шедевр. Проведите выходные так, чтобы позитивного заряда хватило на всю неделю. С афишей вознакомила Ксения Салабаева. До встречи! Я Денис Маслов. Я являюсь мастером спорта России по бодибилдингу. Я привык всегда и во всем добиваться только высоких результатов. Впереди у меня новые цели и покорение еще более высоких вершин. И для их достижения я всегда должен быть в отличной форме и вести здоровый образ жизни. И мне не по пути с теми, кто готов нарушить закон из-за минутной слабости. Не ставьте крест на своем будущем. Подумайте о своей безопасности, безопасности окружающих. Скажи «нет» алкоголю за рулем. Ты можешь стать кем угодно. Спорт, бизнес, семья, путешествия. Добро пожаловать в мир, где ты являешься автором любой истории. Нет границ на пути саморазвития. Ставишь цель и добиваешься. Не дай соблазнам все перечеркнуть. Один укол или затяжка и всему конец. Дальше лишь тьма, одиночество и смерть. Наркотики или жизнь? Победа или поражение? Решай! Сахалинтех станет особой средой для обучения, исследований и инноваций, творчества. Все это позволит студентам овладевать прогрессивными знаниями, быть востребованными по окончанию вуза и достойно зарабатывать, вносить свой вклад в достижения российской науки. Обеспечьте безопасность ваших данных в социальных сетях. Мошенники взламывают аккаунты граждан и рассылают всем подписчикам сообщения с просьбами занять денег. Если вам пришло такое сообщение, перезвоните его отправителю и убедитесь, действительно ли он его отправлял. Нередко аферисты присылают пользователям ссылки на фишинговые сайты. Не переходите по неизвестным ссылкам. Чтобы избежать взлома своих аккаунтов, установите код-пароль и двухфакторную аутентификацию. Не вводите подозрительные символы по просьбе неизвестных лиц. Если вы все-таки стали жертвой мошенника, перезвоните по телефону 102 и сообщите о произошедшем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok